Привет зритель, сейчас я тебе буду хвастаться, как говорит мой друг, он там что-то собирается покупать, я говорю, ты покаешь мне потом эту штуку, он, да, обхвастаюсь по полной, когда это будет, мне так приказывает у него это слово хвастаться, ну, в принципе, восприятие, да, вот, когда блогер что-то обозревает, с одной стороны, он просто обозревает, да, там, показывает, то есть, с другой стороны, если вот его, его категорию взять, да, не то, что категорию, его восприятие жизни взять, блогер хвастается, блогеры, все хвастунички, короче говоря, у меня тут внезапно, у меня на неделе пишут в Кукпэт-приложение, в личку, что я выиграла специи для мяса в розыгрыше лотереи, ну, у них конкурс идет на эту, на фотоотзывы с хэштегом во вступлении, ну, как он там, блин, или в комментарии, урожай, или на рецепты с этим же самым хэштегом урожай в вступлении, и раз в неделю идет розыгрыш среди тех, кто публиковал хоть один рецепт за неделю с этим хэштегом, и среди тех, кто публиковал хоть один фотоотзыв за неделю с этим хэштегом, и внезапно я второй раз в этом году, и второй раз, наверное, в жизни вот в такой лотерея методом, ты как когда вот, ну, розыгрыш, я вот этим, когда генератор каких-то там чисел выдает вам число, выигрываю у Кукпэт, до этого были, по-моему, полотенечко оранжевое, я его даже обозревала, в этот раз у меня наборчик специй для мяса, если ты в инстаграм подписан, зритель, то ты уже видел эти наборчики специй для мяса, фотки в телегу я пока что-то еще не кидала, тут у нас смесь для мясных блюд классическая, Кукпэт 50 грамм, состав паприка, чеснок, кориандр, лук, базилик, горчичный порошок, перец щири, перец черным, чабер, имбирь, мускатный орех, соль, у меня уже есть специи для сладких блюд, тоже от Кукпэт, но я их тогда убирала специально по баллам, по какому-то конкурсу в прошлом году, у меня еще были специи, ну, как бы для рыбы, они я в деревню везла, и частично тут еще отложено, и тоже от Кукпэт когда-то давно тоже получала, по какому-то конкурсу уж не помню, ну, что-то там приз, и был еще как бы специи, в общем, ну, для рыбы, а еще пакетик был там 100 граммовый специй для рыбы, и 100 грамм сушеных овощей, ну, как смесь, овощная смесь для блюд, ну, я ее в суп обычно добавляла, в общем, вот такой 50 грамм, это смесь для мясных блюд классическая. Чем-то пахнет, но тут так лежало, у меня в подобной коробочке вот были для сладостей специи, они у меня там в коробочке для специй в таком ящичке лежат, вот так, а в коробочке из-под этих специй лежат что-то другое, оно сейчас лежит в полочке, в ящичке полочки, которую я сама-саморучно забирала под микроволновку и электрическую духовку, которая у меня вот теперь на окне базируется двухэтажно, так как вот двойная такая кровать для спаньата, наверное, против холодильника. Это у нас смесь 5 перцев молотая, состав перец горошковый, перец горошком молотый белый, черный, зеленый, красный, душистый. Мне я как-то покупала этот перец горошком черненький каждый день вот этой ашановской марки, мне тупо она была, ну, немножко так, это куда-нибудь кинуть или в чай доложить, в черный чай. В черный крепкий сладкий чай, который типа как масала, ну, такой диски чай, его называют черный чай. Туда кидаете гвоздичку, туда кидаете черненький вот этот кружочком мелкий перец. И вот вам счастье, у меня есть какая-то дешевенькая пластиковая мельничка, которую можно потереть, эти перчики, и вот вам тоже счастье, у меня что-то даже не есть. Короче, вот, у меня теперь есть смесь 5 перцев, 5 перцев, я еще подумала, 4 же обычно перца, тут 5 точно. Молотый белый, черный, зеленый, красный, душистый, вот они. У меня просто как-то, я помню, подруга жала, что закончили специи для свинины или что-то такое, и она мне говорит, ну, купи смесь перцев типа эту, вот, мельничку-то, все, я что-то как-то это... А тут уже готовые. Я раньше как-то положила этот перец в еду, когда совсем почти не готовила, ну, так редко что-то. А потом как-то и забыла. Смесь для мясных блюд премиум. Кориандр, лук, перец, черный, чеснок, укроп, петрушка, орегано, паприка красная, тимьян. Тоже 50 грамм. Тут пока что все по 50 грамм. 50 грамм перец чили молотый. Перец чили. Я про него слышала. Ну, где его продают, не видела, точнее, не смотрела. Теперь я тоже его буду по чуть-чуть добавлять в хавчик. Круто, да? И последнее. Лук-порошок. Лук белый сушеный. Состав 50 грамм. Купет. У меня как раз вчера был супчик, который мы с подружкой поели, и моя кошка поела. В итоге моя кошка его почти весь и съела. Ну, как-то я так поняла, что ей он так понравился. Она еще в холодильник так терлась, и хотела еще, что в итоге... Я ей еще подарю. Ну, думаю, ладно, она поест, может угомониться. Еще подарю, и в итоге утром я остатки вылила. Такой вкусный супчик был. Я потом в Курпет запощу рецептик. Правда, я его делала суп-пюре, и вот как в тарелочке он выглядел. Я уже не успела записать. Потому что я думала, ну, сегодня пообеду этим супчиком. Хрен ли кошку слопала. И у меня, в общем, я как-то покупала пакетиком 10 грамм чеснок. Ну, мне просто интересно было сушеный чеснок, как это вот. И что-то я как-то им не прониклась. А тут как раз лука не было. Зеленый лук... Ну, у меня где-то есть. Зажарка на свином перетопленном сале. Там морковка-лучок где-то вот замороженная вдали, дальной. Это в моей морозилке новенькой. Как я люблю свой холодильник. Как я люблю свою морозилку. Они такие лапочки, короче говоря. И вот как-то у меня суп оказался без лука. Тут, думаю, вот был бы там хотя бы сушеный порошок лука. Вот сушеный порошок лука. У меня теперь есть. Поползу вот скоро на картошку копать в сад. Первую грядочку. Может быть, там где-то есть лук. У меня как-то вот такое странно получилось, что... Вроде мне казалось, что у меня был зеленый лук замороженный. Может быть, конечно, он ласты склеил вместе с холодильником. Когда вот тогда у меня склеил в саму этажеру холодильник ласты. И пришлось резко купить новый за 18 660 тысяч... Не, 18 660 рублей. Я не хвастаюсь, потому что мне потом в камень-то писали и в личку. Вот люди, которые не умеют радоваться других, они писали мне. Вот я купила там такой дорогой, а ты вот это какой-то. А вот мне очень нравится мой недорогой холодильник. Короче говоря, в общем, смотрите. Купать порошок. Луковый порошок. Парчик чили. Кстати, перед этим я записывала ролик с СМРом. В этом же положении, только без света. Сейчас я свет уже включила, потому что как-то темновасто. Смесь 5 перцев. Молотая. Смесь для мясных блюд классическая. И много-много-много смесь для мясных блюд премиум. Пять разных специй. Молотых и не очень. Блин, как клёво-то вообще. Я что-то так тащусь. А мне ещё так интересно было, думаю, что там за специи. Я вчера, ну, хотела сказать, полдня угрохала, чтобы найти видеообзор мясных специй для блюд. Точнее, специи для мясных блюд, как купе в подарок, розыгрыш, что такое на YouTube. И так, ну, часа полтора отсела, как раз я что-то делала. Между делом в телефоне, фоном это всё смотрела. Но ничего не нашла. Мне так любопытно было. Думаю, что там, что там, что там, что там, что там. А потом подумала, может, там такая же коробочка будет, как на сладости. Только вот это вот. Ускатный рек, кстати, у меня там есть. А имбирь мне очень помогал, когда я ласты скреивала. Я его бояжила с мёдом и горяченькой водичкой. Этот молотый порошочек имбиря вообще купе так выручает. Мне так приятно. Так радует. Я даже камент оставила под тем роликом с розыгрышем, где там мой ник. Я его там примерно уже помню. 13 что-то там, 06 или как-то там в конце номера идут. И специи. Круто, короче. Спасибо, купе. У меня там ник такой же, как на YouTube. Как в ВКонтакте и как в Инстаграм. Спасибо вам, если оселили до конца. Можете порадоваться вместе со мной в каментах. А можете порадоваться вместе со мной в личку. А можете сказать что-нибудь истерии тех людей, которые мне понравился мой холодильник. Что, ой, да иду нафиг эти специи. И я почитаю ваши каменты. И даже отвечу вам в личку, если что. Ну, если вы, конечно, не очень супер грубая будете. И вот у меня тут котик, кошечка. Я поняла сегодня, что она вроде как подросла слева от меня. Она как-то так угомонилась. Унюхалась этих специй, наверное. На СМР-то она мне немножко мещали. Немножко мещали мне на СМР. Короче. Всем спасибо за просмотр. Ба-ба-ба-ба-ба. И пока. Не забудь поставить палец кверху.